всем доброе привет доброе утро я сегодня уже проснулась намного лучше себя чувствую уже все вчера даже какой-то кашель прошу про про как это сказать но у меня всегда последствия идут в кашель но ничего лук с медом сделала вот какая-то отвратительная гадость выпила вчера целый день внутри раза в день и все и нормально слабость конечно есть но ничего мы сейчас накрасимся и пойду с чарли гулять немножко потому что насколько какие планы есть мужу нужно в гранату ехать а я с ним за компанию чтобы не просто дом уже надоело сидеть я безвылазно знаете я даже на работу субботу была на работе естественно да до обеда только до обеда после обеда общение смогла решила дома лежать потому что я представляете укладывал в субботу людей и сил настолько было мало что не сидя я просто говорю либо упаду либо я сидя буду и решила что вечером я никуда не поеду работать останусь дома мне звонили я говорю я болею я не могу ты все вози столь такой любовь моя а вчера мы ездили гуляли муж гулял с чарли я сидел в машине потом поехали уйти моя рапа потом поехали альму некор в русский магазин заехала ой ну вы посмотрите ну посмотрите это это такая лапа такая любовь вообще ну все кого собаки есть это так и такая любовь это такая любовь ты моя сладкая радость вот сюда вот чё ты мы только проснулись поэтому у нас у нас пока еще идет доброе утро друг другу говорим вот поехала съездила в альмуне кори ну съездили съездила купила морскую капусту которую я обожаю вот пряники мужу и себе зефир в шоколаде обожаю зефир тоже и все больше ничего не купила ну вот а сейчас правда все равно сил не особо но уже надоело просто дома сидеть безвылазно на улице офигенная погода вообще обалденная прям весна тепло а я дома сижу как дурак ну что поделаешь вот так вот ну ничего главное что все это отходит и опять возвращаемся нормальную жизнь вот так я сегодня выгляжу своем новом не знаю платье туника джинсы джинсовочку а дело шарфик нашу на шейку чтобы шейка моя была защищена защите нас защищена в общем так вроде на улице тепло не знаю сейчас чарли погуляю посмотрю на мне кажется так нормально будет сейчас еще кроссовки одену и будет зашибись так вот конечно морда у меня лица 4 3 3 3 дней хотя не было ни температуры ничего но что-то не то хотя красота она вести страшно сделал да в торговом центре невада парфойс и как там он называется зашла мне там уже 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 одна сумка понравилась прикольная вот эти не видела красные смотрите интересные тоже сумки хочу себе какой-нибудь сумочку интересно змеей правда но я не такую хочу потом покажу я сейчас сначала пойду пройдусь везде потому что я не такая покупательница что прям вот все дела и купила я сначала смотрю похожу по выбираю подумаю потом вернусь если она мне сильно понравилось вот так что сейчас погуляю примарк пойду посмотрю нижнее белье белишка ну и вообще что там нет я вообще везде пойду в зарубу туда надо сходить наверху валькот мне тоже нравится кстати вот я в нем покупала вот этот свой шарфик он очень мне нравится может быть с него и начать да я наверное с него и начну прям только приехала так что будем будем и давно я на шопинге не было очень давно как говорится у меня то одно то другое сейчас вот паша сты хотя из одежды мне сто процентов ничего не надо потому что сейчас такой сезон что я еще не знаю что у меня там средней одежде я знаю но я не помню и может быть такое что я куплю что-нибудь на лето а у меня уже она есть а мне это надо нет конечно 150 одних и те же юбок поэтому я вот такие сезоны еще не покупаю когда я уже достану летнюю одежду тогда я уже и вот так я выгляжу девочка в общем когда я достану летнюю одежду тогда и посмотрим что покупать что не покупать а пока пазырю вот например комбинезон джинсовый он у меня есть забываю у меня и комбинезон и юбка такой типа комбинезона все есть как в париже ладно буду смотреть если что даже не если что обязательно вам все покажу куплю не куплю какие классные дисней тематика диснея 11 евро всего стоит такие суперские мягкие мягких можно втиралку кидать ничем не будет вообще суперский майка смотрите какая диснеиска 8 евро в качество довольно таки хорошие желтые вообще мне нравится желтая господи что вся птихалась дорогая а тут уже смотрите весна лето купальники до господи ты хуже мой слитные купальники ну прям слишком слитные загоришь вся будешь не знаю а вот это чуть я не пойму чуть что это походу в этом году слитные купальники будут в моде что лили как у меня есть парочку но их знаете прочь практически не ношу а вот с высокой талии он какой-то колючий какой-то колючий в общем разные купальников это я в примарке естественная себе ничего не нашла ничего нету хотя есть пижама как у меня за 5 евро хороший пижама но она же у меня есть так что зачем мне еще одна совершенно не нужно эту сумку себе возьму в парфойс или как наслаждаться сумкой а так всякие майки шорты лето уже вот она какую-нибудь при марке блуждаю это кстати неплохой на пляж классный до белые все суперские 15 евро с бубенчиками секси неплохое интересный вариантик так есть захотела время уже третий час сейчас пойдем покушаем я жду мужа потом подъедет своих дел наверное вот сюда пойдем как всегда потому что не знаю там всего можно набрать и и покушать что тебе душе за благорассудится поэтому не там нравится как здесь прикольно так что подожду немного только здесь посидеть негде жалко все таки я еще после болезни не очень так как бы слабость чувствуется вот и хочется уже куда-то сесть смотрите какие фонтанчики классные хотя вот на этих все сидят сейчас посмотрим чё почем хоккей с мячом вот сумка которую я купила сливается на с этим мне на понравилась такая интересная сумчара с брелочком таким с подвесочкой вот видите на лето она она как тряпочная что ли знаете вот тут такой вот для открывается отдел ну там для телефона понятно все вот сюда тоже можно телефон класть вот сюда тут вот еще один такой открывается отдел сюда уже можно в кошелек складывать там еще очень дофига всяких карманов сюда можно кошелек складывать чтобы он был закрытый сюда ключи вот есть такие ручки обычные на есть вот я люблю чтобы знаете когда в магазин ходишь чтобы сумку можно было тоже вот так повесить что не опустим вот но она потом она сейчас немного примята форму примет нормальную и будет зашибись в принципе мне она очень понравилась и цвет такой приятный приятный в общем не я ее посмотрел ручки немножко деформированные хоть в общем прикольненько сумочка а вы знаете мы сегодня ехали домой когда с гранаты муж такой говорит ну а часы то говорит ты же вроде бы ты мне отремонтировал или чуя твою дивизию помните я на той неделе сдавала часы батарейку поменять я их по щас не забрала у меня с этой болезнью все из головы нафиг вы вынесла я грудь блин говорю нет сейчас пойду за часами уже неделя прошла вообще пипец заодно с чарли погуляю вообще не хотела никуда выходить хотел отдохнуть но надо сходить чё блин уже неделю лежат вообще и заодно говорю погуляю надо бой в обычный магазин хотела в меркадону заехать там за продуктами нет вообще и в холодильнике мамыш повесился но уже не было ни сил ни желания приехал отдохнула пару часиков и сейчас пойду чарли уже который вот как мы приехали он бегает за мухой целый час наверное туда-сюда бегать за мухой у него такое занятие я кстати когда приехали он был на крыше на улице да кто там муха на крыше был потому что услышала его плачь плачет и завела на ненаглядный боль моя такие вот дела собираюсь и идем до забрать надо то блин потеряют еще забрала я на границе то часы вот зашла купила клубнику укроп или там где-то бегает ну так как шла мне жалко стало чарли давно он все-таки в своем парке любимым не было и решила зайти в парк он как бы не совсем по пути был но рядом дрозды прилетели там на дереве дрозды прилетели молодежь по деревьям лазит вообще все на улице красота такая теплым я бы если бы не болела я бы сняла себя все это нафиг шарфы сняла бы все эти джинсовки ходила бы даже в одной майке но так как еще не совсем я про пришла в себя в общем нужно немножко поберечься хотя знаете когда потеешь тоже не есть хорошо мне не жарко не потеет я сегодня открыла в спальне 2 окно ну дверь окно балкон принципе я каждый день так делаю закрываю дверь чтобы не было сквозняка вы знаете у меня до 23 градусов нагрелась комната хотя это не солнечная сторона представляете чтобы было если солнечная сторона в общем погода суперская хочу чтобы она так и оставалась и не ну в принципе по погоде смотрела вроде так оно и будет так что вот так погуляем по парку здесь вроде народу так детей нету а так ну как ну как вот так вот хочется чтобы он порадовался тоже бедный сидит дома сидит дома ему тоже хочется и побегать он меня вообще резвый парень мне на месте не любит сидеть потихонечку помаленечку покосила есть вот там вот ребенок маленький это не есть хорошо мы чарли просто любит играть знаете как прыгать гавкать и дети маленькие могут испугаться не то что он там кинется кусать или там но если конечно что-то не нравится он может идти пакнуть не прям до крови там что прям вгрызть а так вот прихватить прикусить скажем так поэтому чтобы избежать всяких этих неприятностей лучше лучше обходить там бегать прыгать не знаю тут вот тоже папаша с коляской по выходили ладно мы будем гулять и потом пойдем домой клубнику кушать и такой красивый вкусный наверное забрала часы видите теперь подсветка и все дела все работает пойду себе ройбуш сварю принять не пойду его заварю а уже заварила но смогу промыла только что нос его двумя специальными штуками промывая а ты чё опять что мёрзнешь я не пойму тебе холодно что ли или чё ты чё тут такой улегся то сразу чешите меня чешить чешите меня мудей правда нету нифига мудя отрезали вчера еще купила вот такие вот ну поняли как это сухарик у меня кстати муж любит сухарики это ему на завтрак такой растворим а это клубника смотрите какая она вкусная как она выглядит по нибудь конечно не могу ну-ка не даже прачи просачивается пахнет она прям такая уже спела спела на этом нет сегодня на ужин ужинать буду клубникой давно не ела клубники гляньте какой огромный букет укропа евро 60 стоит огромнейший смотрите и очень долго хранится в холодильнике без всего прям вот просто в пакетике про у меня прям прошлый раз хранился не знаю недели три наверное знаете и зеленый все время был вообще я даже офигела так посуду надо сейчас помыть вроде не ели дома все равно набирается всякие бокальчики стаканчики ложки вот ложек вот этих вот как называется маленьких страсть сколько потому что каждой чашки я не знаю выбросить вот эту баночку ли помыть ее для чего-нибудь я все храню все складываю дело в том что нет местных для складывания но баночка так офигительная и и помою пока она будет у меня мне мешаться несколько месяцев а потом я ее выброшу да можно знаете очень удобно варенье варить из клубники и именно в эти баночки так как корма варенье не очень любим ну как мы их любим но не едим и слишком много вот кстати увидела что нужно бумагу купить сюда и и если варю больших в больших банках то она просто напросто пропадает от в таких баночках самое ну и наверное поэтому я помою и муж помоет пускай я болею и на правах больных он меня посуду моет последнее время это его хлеб тут вот так лежит уже весь пересох просто выбрать твой буш по-моему со сливами собор до серуэла слива вкусный вкусные примут из маркадоны но мне очень нравится без сахара как я уже вам раньше говорила юбисалу видите еще одна чайная ложка и так на дню я пью не знаю сейчас когда болею наверно штук 5 этих всяких разных то мед с имбирем то имбирь с медом то лимоны то еще что-то в общем не имею ввиду что прям че-че а вот такие вот инфусионы как здесь говорят и клубничку сейчас помою и буду нямкать и все больше никаких дел у меня нету пойду красоту сниму смывать хорошо что я знаете хорошие но все равно на большие прогулки на какие-то долги меня не хватает силы прям куда-то ушли силы меня покинули но ничего мы войдем в общий в обычный режим мой обязательно вернемся вы знаете весна и начинает какие-то мошки летать какие-то мошкара какая-то непонятная живность в общем все просыпается все бурлит прям пипец какой-то смотрите лапа моя улегся улегся вот когда на кухне готовлю он всегда у меня вот там лежит у нас той квартире тоже был стул в прихожке и вот он там все время лежал и тут вот лежит он вообще без меня никуда куда я туда и он даже спит на мне ну вы об этом знаете ладно друзья спасибо вам за ваши комментарии за поздравление с моей анечкой такая пугляк уже их они уже дома с ним все уже хорошо щеки как у меня вот такие большие курносенькая в общем не ребенок а прелесть ну что можно сказать про своего ребенка да ну про своего тоже моя вообще бы нет в общем огромное спасибо вам за все ваши поздравления за комментарии все читала все было очень приятно рада что к вам вернулась знаете него камера не хватало но просто это два дня было снимать нечего тут снимать что и как я лежу на кровати и на диване и пью всякие эти чаи и все то есть как чё снимать снимать нечего было даже на улицу не выходила вот но все уже позади надеемся что вся простуда прошла и мы опять будем с вами в обычном режиме так что кто не подписан подписывайтесь спасибо вам за лайки за комментарии пишите всем отвечаю всего вам самого наилучшего не болеете и всем пока пока на завтра